В каждом сезоне проекта «Модель Х» есть лекции по профитингу правилам подбора идеального нижнего белья. Мы обычно присутствуем на этих занятиях, каждый раз узнаем что-то новое, а сегодня наша задача систематизировать полученные знания. Производка происходит в разработке, поэтому она не стоит дешево. Это не ваш размер. Давайте, говорю, лучше постараюсь, если это базовое белье, я как бы, ну, вам закажу, да. Если это вот еще такая коллекция, которую можно подсортировать, то есть я лучше привезу этот, ну, ваш размер, который вы потом походите. Первое откровение, с которым сталкиваются непосвященные в профитинг дамы, это размерный ряд. У профессиональных брендов он может достигать 200 размеров, которые учитывают все анатомические особенности. Широкоразмерные линейки вообще существуют в мире, а не так, как привыкли все 16-20, да, из масс-маркета. Ну, а во-вторых, по посадку без галтера, как это должно быть, что пояс нужно брать там потуже, что чашечка должна быть не топорщицей, да, и не быть свободной. Поэтому, ну, в основном, конечно, это такие вот стандартные вопросы. Редко, когда появляются, вернее, не редко, а вопросы появляются такие уже более глубокие после уже мастер-класса, когда приходит новая информация, ну, от меня. Оля сломала все мои представления по моему размеру. Он оказался значительно меньше, нежели чем я себе выбирала. Представление сломало о том, что для мужчин в брофитинге тоже, оказывается, есть своя линейка, удобная такая, о которой они знать даже не знали. До этого проекта я не знала, что существует такая специальность, такое направление, такой индивидуальный подход. И сама услуга была для меня в новинку. Просто мы привыкли всегда полагаться на себя, оказалось, кто мне может помочь, кроме как я сама. Я же себя вижу, раз столько нюансов физиологических и эстетических. Оказывается, очень много, так сказать, нюансов в этой сфере. Так как я косметолог, я всегда считала, что под белый халат требуется белое белье. А тут мне рассказали и показали, я подумала, а почему? Правда, не бежевая, его уже не видно совершенно. Размеры подбираются для каждого индивидуально, что существует три типа также корректирующего белья. Еще один важный момент. Новое белье, индивидуально подобранное, становится комфортным после двух-трех стирок и нескольких дней эксплуатации. За это время бра как бы подстраивается под тело, а также из него вымывается крахмал. Им пропитывается эластан, чтобы избежать деформации в процессе производства. Существует правило трех бра, то есть один мы носим, второй отдыхает, третий в стирке. Есть такое правило, что эластан восстанавливается сутки. То есть если вы поносили один день без галтера, дайте ему второй день отдохнуть. Тогда он придет в свою форму и будет служить гораздо дольше. Чем светлее белье, тем оно более комфортное становится сразу. Чем темнее, тем, соответственно, оно более жесткое и сухое кажется. Даже если, например, мы меряем одну и ту же модель в одном и том же размере, бежевое белье, оно такое, ну, скажем так, сразу комфортное. Черное, говорят, что ой, туго. Поэтому нужно начать просто хотя бы с одного, вот сейчас к нему прилипнуть, а потом уже начинать разнашивать, например, второй. Ну, если уже захотелось вам купить, да, там ворох этот. Нет. Потом уже как бы, ну, что темное белье разнашивается дольше. Темное белье всегда разнашивается гораздо дольше, потому что краска, которая красит материал, она более агрессивная, и над нем дольше находится материал. Поэтому для того, чтобы выстирать вот этот вот, ну, как и химический элемент, скажем, да, из материала, он должен, ну, как бы, постирать его нужно 3-4 раза. Если бежевому белью хватает 1-2, то здесь получается 3-4. Но в носке, как бы, это никак ни на что не влияет. Ну, вот есть такая просто небольшая особенность. Стало понятно, что не нужно иметь их 15-20 штук. Важно иметь то, что ты будешь носить каждый день, в чем тебе будет удобно каждый день, и, соответственно, несколько единиц на выход и каким-то определенным нарядом. Ну, и, безусловно, бывает такое брак, которое можно одеть даже под открытое платье, под платье с открытым верхом. Ну, это тоже стало для меня открытием. Еще один совет по уходу за бельем в преддверии теплого сезона. Если вы все-таки вспотели, да, чувствуете, то домой вечером придите, обязательно прополощите, чтобы он не лежал там 3-4 дня, и не ждал своей, как бы, нагреться очереди. Потому что пот разрушает эластан, и очень важно его выстирать из ткани, ну, как можно быстрее. Когда на нас красивое белье, мы себя чувствуем увереннее в любой ситуации, даже если его никто не видит. Вот, поэтому для меня, конечно же, общение с Ольгой, в первую очередь, в мою жизнь внесло вот эту уверенность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok